Итак, мы с вами в студии программы подробностей, я вам представляю своего собеседника Рамиль Сакаев, президент областной федерации стилевого карате, но и еще учитель физкультуры в школе, достойный школьный физрук. Хотя сейчас физрук – это лидер, так сказать, рейтингов зрительского просмотра в одноименном сериале, но не будем искусству касаться, если это искусство. А перейдем к более серьезной теме. Рамиль, итак, вот у нас сейчас вводятся нормы ГТО вновь, как это было раньше. Дело было хорошее, но, как все хорошие дела, его сначала закопали, теперь вот откопали. Это нормально. Вы человек, который не, так сказать, начал с физрука и поднялся на Олимп, допустим, регионального карате, став президентом федерации, а наоборот, человек, который, будучи уже президентом федерации, спустились, так сказать, ну и спустились или перешли в школу с тем, чтобы посмотреть, как вот происходит физическое развитие и что происходит в самом физическом развитии, системе физического развития у нас в школе. Вы очень много работаете с детьми, но об этом впереди. Еще наша речь, уникальный случай, наверное, для России, когда сверху вдруг кто-то захотел, так сказать, посмотреть, что происходит на земле. Как вы считаете, вот если сейчас прямо провести тестовые такие вот испытания по нормам ГТО, все ли сдадут в классах, старшеклассники или там, ну, наверное, на старшеклассниках больше мы сейчас свое внимание зафиксируем. Вот как вы считаете? Ну, вот сейчас уровень физкультуры потихонечку-потихонечку поднимается, и правительство России, и города, и области, они, конечно, делают все возможное, чтобы поднять престиж спорта. Да. Но много времени было упущено в те годы. Да. Потому что действительно дети, вот мне как профессиональному тренеру, очень легко с одной стороны, с другой стороны очень сложно, потому что я как профессиональный тренер должен набрать детей, а верхушкой подготовки это является школа, именно урок физкультуры, да. Да. Дети, конечно же, немножко ослабели, потому что объем учебной программы по другим предметам, она очень-очень-очень сильная. Дети, на самом деле, прям, можно сказать, измученные. Вот. И урок физкультуры, они перешли на какой-то второй, может, даже и третий план. Какой-то остаточный принцип такой. Да. Урок физкультуры во многом стал у ребят, но у меня, по крайней мере, такого нету, все-таки я как бы умею объяснить или как-то мотивировать детей. Но урок физкультуры зачастую это небольшая простудка, 10 человек в классе, а остальные сидят на лавке, потому что болеют. То есть, они приходят на физкультуру просто как бы отдохнуть, отдышаться. А если брать вот полноценный урок и с переходом потом в дальнейшем на сдачу ГТО, то нужно, конечно, какое-то время все равно потратить. То есть, еще. Потому что школьная программа по физической подготовке, она, в принципе, схожа по нормативам с нормами ГТО. Причем еще так ничего сложного нету. Но детей тоже нужно как-то мотивировать, как-то надо готовить. И, конечно, это должно быть такое огромнейшее желание и очень огромный фанатизм самих учителей физкультуры. Да, вот я здесь с вами согласен. И я еще более того считаю, что введение норм ГТО, это было с президентской подачей даже. Почему? Потому что это способ, может быть, действительно подхлестнуть, мотивировать или как-то узаконить физическое развитие наряду с другими предметами, которые, так сказать, считаются первыми, первостепенно важными. По крайней мере, неофициальная физкультура тоже важный предмет. Ну, так вот. Я вот так вот считаю, потому что нормы обязан выполнить и так далее. Вы что скажете, думаете? По моему такому анализу и сравнению как тренера и как учителя физкультуры, я думаю, что где-то процентов, может быть, 5-10 смогут вписаться в нормативы. Дело в том, что те, которые занимаются детям спортом в различных секциях, будь это футбол, санба, вбокс, они как бы внутренне уже воспитаны. Потому что тренера с них требуют, это понятно, болеешь, не болеешь, ты должен это все делать. То на уроках физкультуры, остальные, которые не занимаются, являются такие вот ребятками, девчонками, умняшками, которые хорошо учатся. Они очень замкнуты. Кто-то на математике, кто-то на английском, кто-то еще на каком-то своем предмете. Их очень трудно будет заставить что-либо сделать. Вот, например, в прошлом учебном году, зная, что с первой сетей в этом году будут вводиться ГТО, я уже ребятам объяснял, ребятки, надо заниматься физкультурой, потому что, когда мы с вами встретимся в сентябре, я уже буду с вас требовать только по нормативам. Если я раньше ставил пятерку, предположим, за тот комплекс упражнений, за те требования, которые предъявляют на руках физкультуры, ребятки, дело в среднем таком вот... Ну, кто как может, в силу, возможно. Ну, делаю, да. Уже пятерку, уже молодцы. Уже это подвиг для них, уже героизм. То я их предупрежал на прежде всего учебного года, что с сентября буду уже смотреть совсем по-другому. То есть, ГТО это уже норматив, который надо выполнять. Да, я, например, мальчишкам старшеклассникам говорю, я вообще не представляю. И мое отношение будет не очень уважительно к тем мальчикам, которые вообще не умеют подтягиваться. Хоть как-то, но что-то надо уметь делать. Отжиматься на брусьях, как-то более-менее пробежаться. И вообще, я их как-то приучаю к тому, что здоровым быть – это модно. Потому что, ну, время такое. Нужно быть, нужно как-то и выглядеть, нужно стараться. Сегодня тебе спорт не нравится, а как ты будешь потом в дальнейшем мотивировать своих детей? Я это имею в виду старшеклассникам. Как ты в дальнейшем своих детей будешь мотивировать? Чем ты будешь гордиться? Как ты будешь объяснять? И ребята, так старшеклассники, 9, 10, 11 класс, они с пониманием. Тем более, помимо того, что я даю на уроках физкультуры, это тот мой богатый опыт в единоборствах, вообще спорта. Конечно, это использование тренажеров, занятия тренажеров, какие-то элементы с единоборств. То же самое пилатус и колонетика. То есть, это тоже я включаю подготовку в занятиях на уроках физкультуры. Ну и последнее, что я хотел сегодня с вашей помощью донести до зрителей, будь то сами ученики, будь то преподаватели или родители, о том, что все это надо поднимать, как говорится, вот к родителям, наверное, больше обращаемся, с детства. Да, и те вот, то, что велосипед покупают ребятам, надо не просто купил ему, чтобы он гонял, а с ним заниматься, как-то его тоже на этот велосипед мотивировать. Если же увлекается ребенком, бегает в футбол, гоняет, то не пресекать все это дело, а как направлять в нужное русло. И отдавать обязательно ребенку в спортивные какие-то секции. Причем с малолетства. Вот вы еще, это я для зрителей еще повторю, наверное, если кто не знает, что, ну как-то специализируетесь, наверное, не только на подготовке взрослых спортсменов или там подростков спортсменов, да, но вы набираете в своей секции, наверное, единственный человек с пяти лет. Даже с четырехлетнего. Даже теперь с четырех, да. Не для того, чтобы из них прямо через полгода воспитать бойца, каратиста, вот, а для того, чтобы взять ребенка вот в эту спортивно-физкультурную среду, и чтобы он шел уже под руководством тренеров уже по жизни с физкультурой. Да. Так, в принципе, мы и делаем. У нас как сейчас зачастую бывает, что, например, ребенок занимается в секции, старается, где-то в школе получил какую-то нехорошую оценку, все, сегодня на тренировку не пойдешь, а ребенок хочет идти на тренировку. Нет, сегодня на тренировку не пойдешь, вот, в наказание, да, или не пойдешь там гулять на велосипеде кататься или что-то еще. Нет, родители в основном должны, конечно, тоже в этом отношении мотивировать. Почему мы уберем детей так рано? Потому что дочь у нас занималась с двух лет. Даже вот немец приезжал, Берханг Келлер, очень был удивлен. Моя дочка, двухлетняя, перед ним на шпагате сидела. Вот. Или, например, она сидела на стульчиках на шпагате, держа мой меч самурайский, да. То есть, родители сами должны, вот у нас дочь выросла, она сейчас тренер, сын растет, поэтому нам очень легко общаться с теми детьми, которых нам приводят. Мы можем быстренько, посмотрев, и сказать, да, хорошим человеком, по крайней мере, как минимум, он станет. Да. Будет ли он там мастером карате, это даже не столь важно. Не столь важно. Будет он просто физически развиваться в нужном направлении, общая подготовка к физическому. Ну, в школе уже он не будет бояться турника, да, и там дорожки беговые. Он уже будет знать, что это такое, что это очень важно. Я могу. Даже если относиться к моей, вот, скажем, такой работе учителя физкультуры, ребёнок не будут бояться самого спортзала и строго учителя физкультуры. Потому что в своих спортзалах на тренировках отношения к детям оно одно, а урок физкультуры совсем другое. И если ребёнок занимается секцией, приходя, потом идя в школу, приходя на урок физкультуры, он уже, в принципе, ориентируется, что такое отжимание, что такое бег. Очень хорошо воспринимает команду, у неё нету стресса, потому что я за этими вещами наблюдаю, смотрю, дети на рост теряются, не понимают, что от них требуют. Вот. А если они занимаются в секции, то таких уже, вот, например, по детям видно, собранные, дисциплинированные. Даже если вдруг кто-то балуется, я имею в виду в школе, на физкультуру кто-то пытается баловаться, подёргивает его, да, ну-ка, тихо, ну-ка, спокойно. Потому что все понимают, что наказание будет неминуемо. Двойку никто не хочет иметь, а в секции никто не хочет встать в угол и дополнить что-то, либо какое-то упражнение сделать и поставить на то, что плохо себя ведёт. Спасибо. Ну что ж, вам большое спасибо. Я желаю вам успехов на вашем, так сказать, поприще. Спасибо. Хороших вам учеников и понимающих, так сказать, взрослых в окружении, чтобы все думали и мыслили примерно так же, как и мы с вами. Тогда будет у нас в физкультуре всё хорошо. Спасибо. Большое спасибо нашим зрителям за то, что они восприняли, я надеюсь, правильно наш разговор. Вы смотрели информационную программу телекомпании «Город. Подробности». Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин